Чего ждать жителям Чувашии в 2017 году? Какие новые нормативные документы вступят в силу уже совсем скоро, расскажет Юлия Важенина. Правительством России утверждены индексы изменения размера плата за коммунальные услуги, вносимые гражданами. Так, наибольшее повышение на 7% ожидается в Москве. В Чувашии коммунальные услуги в 2017 году подорожают на 3,9%. Также утверждены предельно допустимые отклонения от индексов, установленных по нашей республике. Он составляет 2,3%. Получается, что максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги по отдельным муниципальным образованием Чувашии составляет 6,2%. В среднем же по республике стоимость услуг подорожает на 3,9%. Произойдет это через полгода, с 1 июля. В ближайшие 6 месяцев тарифы меняться не будут. Для тех, кто в этом году планирует пополнить ряды первоклашек и грызть гранит наук, изменились правила приема в начальную школу. Прежде всего, сроки подачи заявления с 30 января по 5 сентября. Кстати, в Чувашии появилась электронная очередь. А это значит, что подать заявление в первый класс можно двумя способами. В школе с помощью оператора или самостоятельно через портал образовательных услуг. Вне зависимости от способа подачи, все заявления регистрируются в единой электронной очереди. Различие заключается только в том, кто заполняет данные. Оператор в школе или сам заявитель. Второй способ позволяет оперативнее подать заявление и прийти в школу лишь для подтверждения его регистрации в любое удобное время в течение 7 рабочих дней. Кстати, потренироваться составлять заявление можно на портале в режиме онлайн до 26 января. Если же для вас предпочтительнее заполнить заявление с оператором в школе, то прием на 2017-2018 учебный год пройдет по определенному графику. 30 января принимаются заявления в школы Ленинского района, 31 в Калининского, а 1 февраля – Московского. Это что касается зарегистрированных на закрепленной территории дешкалят. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начнется 1 июля. Изменения не обошлись стороной и тарифы на вывоз мусора. Еще в июле 2016 года полигон ТБО в Новочебоксарске, благодаря которому удалось начать рекультивацию печально известной пехтулинской свалки и решить ряд других экологических проблем, получил разрешение на работу с отходами с 1 по 4 класс опасности. То есть начал функционировать официально. Построен он был на деньги инвесторов, значит вложенное ими надо отдавать, причем с процентами. Возвращать подрядчикам затраченные средства планируется из разных источников, но вложиться придется и самим чебоксарцам. Управление отходами предлагает добавить к тарифу в 425 рублей за кубометр инвестиционную, составляющую 935 рублей за тонну. Перевозчик будет вынужден переложить эти расходы на управляющие компании, а те в свою очередь на жителей. Специалисты управления по тарифам посчитали, плата для собственников жилья в среднем увеличится на 1,5 рубля за квадратный метр. Этот тариф начнет действовать предположительно с февраля 2017 года. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.